Всем привет! В студии, пусть говорят, Дмитрий Борисов не стал терпеть хамское поведение гостя. На ток-шоу вновь произошел скандал. В эфире в очередной раз обсуждали аварию с участием Михаила Ефремова. Однако также внимание зрителей привлекло поведение Никиты Джигурды, который отчаянно пытался доказать невиновность актера. Исполнитель песен не хотел никого слушать и постоянно твердил о том, что за рулем автомобиля был не Михаил Олегович. Гости студии попытались успокоить актера, однако их попытки оказались тщетны, потому что артист буквально не замечал ничего и никого вокруг себя. Видео конфликта опубликовали на ютуб-канале «Пусть говорят». Терпение Дмитрия Борисова лопнуло. «Никит, если вам не нравится, до свидания, всего хорошего», — обратился ведущий к Никите Джигурде. Однако даже это не помогло, обладатель грубого голоса даже обвинил Борисова в травле Ефремова. «Я прошу прощения у зрителей, но это невозможно», — заявил Борисов, когда в студии появилась охрана, которая была вынуждена силой вывести Джигурду. Пользователей социальных сетей также поразило такое поведение артиста. «Какой неприятный человек, его голос и неуважение. Как всегда зашкаливает, это просто ужас. Он же опасен для общества. Я не врач, но Джигурде надо в клинику», — писали под видео пользователи сети. Напомним, что ранее Джигурда заявил, что нашел неожиданные доказательства невиновности Ефремова. Ранее актер Михаил Ефремов признал вину в суде. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля на три года. Защита актера обратилась к суду с просьбой вынести справедливый приговор, но без лишения свободы. Приговор вынесут 8 сентября. А вот музыкант Стас Борецкий заявил, что Джигурда говорит умные вещи. За рулем был другой человек, белая рука, остроносые туфли, малиновый пиджак. Так это я был в машине. Отреагировал Борецкий. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok